петушку новый дом и обо всем что в нем в этом видео я буду оформлять круглый аквариум для петушка от компании tetra tetra duo waterfall globe это такой готовый набор в котором нет ничего лишнего яркая красочная упаковка которая сразу бросается в глаза давайте откроем коробку и посмотрим что же там внутри стеклянная шаровидная или как еще говорят сферическая емкость объемом 6 и 8 литров в данном комплексе имеется специальная подставка для этого аквариума кстати она бывает не только черного цвета как у меня для тех людей у которых место под аквариум ограничено очень важно знать его размеры ширина 27 сантиметров 9 миллиметров а высота 32 сантиметра и 1 миллиметр в упаковочном пенопласте есть отсек в котором находится адаптер этот адаптер подключается к подставке подставка универсальная в ней находится освещение и фильтр более подробно об этом мы поговорим чуть позже необходимо стандартное напряжение 220 вольт в данном аквариуме нет обогревателя разумно ли это думаю да во первых петушку вполне достаточно комнатной температуры если конечно у вас не бывает такого что внезапно отключают отопление а во вторых аквариум маленький и занимать объем обогревателем неразумно в целом аквариумный комплекс тетра очень прост в эксплуатации и обслуживании поэтому как им пользоваться разберется даже ребенок мне очень нравится пластик на ощупь и то как он выглядит сразу видно что сделан качественно и не треснет при первой возможности на мой взгляд данный аквариум может стать хорошим подарком для аквариумиста благодаря модному современному дизайну данный аквариум будет хорошим украшением рабочего стола в офисе или дома у данного аквариума достаточно мощные светодиоды которые создают хороший световой поток и цветопередачу после того как я оформлю этот аквариум мы его запустим и вы в этом убедитесь ну и конечно самая главная фишка это водопад в комплекте есть вот такой прозрачный пластик ни в коем случае его не выкидывайте на первый взгляд он действительно похож на ненужную вещь однако это специальная прозрачная пластиковая оставка которая необходима для минимизации шума от падающей воды и от разбрызгивания если уж так получилось что вы от нее избавились по незнанию ее можно купить благо они есть в продаже что дает этот водопад это сразу два в одном аэрация воды которая обеспечивается благодаря движению воды самого водопада и фильтрация вот она помпа которая засасывает воду внутри находится сменный картридж через который фильтруется вода и соответственно возвращается обратно картридж естественно необходимо менять минимум раз в месяц в зависимости от условий содержания если в аквариуме будет перенаселение менять картридж необходимо чаще раз в неделю в картриджах находится уголь он накапливает себе все вредные вещества но после того как копить будет некуда он начнет их отдавать так что будьте с этим аккуратны наверняка кто-то задумался о том что рыбка петушок относится к лабиринтовым рыбкам и обогащение воды воздухом им не нужно совсем в какой-то степени это действительно так но воздух нужен полезным бактериям которые поддерживают замкнутую экосистему в аквариуме поэтому водопад это не только красиво но и полезно ну а теперь когда мы познакомились с этим аквариумом давайте приступим к его оформлению одна из важнейших задач сделать оформление простым и доступным для каждого зрителя и в частности для начинающих аквариумистов вторая задача показать что аквариум оформлен натуральными декорациями смотрится красиво забудьте про пластиковые сундуки третья задача оформить так чтоб осталось свободное место для плавания не стоит забывать что объем аквариума и без того маленький в оформлении не буду использовать коряги только грунт в качестве грунта возьму пропант если вы еще не знакомы с этим грунтом обязательно посмотрите видео о нем ссылку на видео оставлю в описании в качестве основного растения будет ломареопсис возможно добавлю еще что-то и три небольших куска вулканической лавы я считаю что для создания простой композиции этого будет вполне достаточно но Продолжение следует... 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 Получилось именно то, что я и хотел, и это не может не радовать. Зеленая полянка в шаре. Давайте запустим петушка и немного за ним понаблюдаем. Ведь знакомство рыбки со своим новым домом, это всегда интересно. Думаю, будет несправедливо. Если о петушке не сказать ни слова. Ведь это интереснейшая рыбка и пользуется огромной популярностью во всем мире. Окрас бывает абсолютно разным и всегда ярким. Обратите внимание на крас этого петушка. Заметно, что его цвет ненасыщенный. Как это должно быть? Все дело в транспортировке и стрессе. Во время таких процедур цвет значительно тускнеет на какое-то время. В целом, в современном мире каждый аквариумист может поддержать яркость окраса своих рыб с помощью специальных кормов. Корма бывают от разных производителей. У меня на данный момент есть такой специальный корм для петушков и других лабиринтовых рыб. Тетра-бета-ларва-стикс. В форме мотыля. Размер и цвет этого корма имитируют мотыля. Эти палочки оптимального размера для некрупных рыб. Род петушка сделан таким образом, чтобы брать корм с поверхности воды. Поэтому данный корм плавающий по поверхности и не опускается на дно. Естественно, этот корм сбалансированный и подходит для ежедневного кормления. Содержит необходимые витамины и питательные вещества, поддерживающие иммунную систему. Высокое содержание белка и омега-3 жирных кислот для энергии и роста. А для усиления естественного окраса в состав входят каротиноиды. Сразу после того, как рыбка попадает в новые для себя условия, она стрессует и отказывается от корма. Поэтому велика вероятность отказа. Но мне все равно хочется дать ей этот корм и посмотреть на реакцию. По идее, данный корм для петушка должен иметь особую привлекательность. Давайте посмотрим, насколько это правда. Продолжение следует... Мне кажется, выбранный мною корм понравился петушку, как и его новый дом. Напомню, что в группе ВКонтакте Пара Аквариумистика вы можете прислать фотографии своих петушков и дом, в котором они живут. Кстати, у меня есть задумка в этот аквариум попробовать посадить неонов вместо петушка. Как вы думаете? С частыми подменами и угольным фильтром. Насколько это будет приемлемо и выживут ли они? Обязательно напишите в комментариях. Возможно, в ближайшее время я проведу такой эксперимент. Посмотрим, что из этого получится. На этом видео подошло к концу. Всего вам доброго и до новых встреч на канале Пар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok